Я из фонда фотодокументального и книжного фонда, за которые отвечаю в Национальном музее истории Молдовы, отобрала 447 экспонатов, которые помещены в этой выставке, которые рассказывают об образовании на территории Бессарабии, Молдовы, начиная с 1812 года по современности. И сейчас по мере того, как мы будем, как говорится, продвигаться по этой выставке, вы сможете знакомиться, и ввиду того, что мы клуб любителей истории Кишинева, скажем так, закончим царский период, вы можете позадавать мне вопросы. Я не претендую на то, что я все знаю об образовании по каждому периоду, потому что у нас несколько витрин царскому периоду посвящено, несколько витрин периоду так называемому интербеллига, межвоенному периоду. Здесь мы показываем и учебники, которые издавались в Балке и в Тирасполе, в Молдавской автономной Советской Социалистической Республике. Несколько витрин мы посвящаем образованию, которое было на территории Молдавии в советский период. И последняя, так сказать, заключительная часть раздела нашей выставки – это современные учебники, школьные принадлежности, фотографии, которые говорят об образовательных учреждениях здесь, в современной Молдове. Итак, пошли. Вот фотографии из школьной принадлежности из фондов Национального музея истории Молдовы. Фотографии 1913 года. Это был государственный заказ, который Альбина Остерман елала на территории Бессарабии. Здесь первая фотография из села Нерушой, которая была в Акермане. И это Аргеевское пятиклассное учебное заведение, тоже фотография запечатлела здание этого учебного заведения в 1913 году. У нас здесь в выставке, кроме 27 фотографий, копийных из фондов Фотодокументального музея, все остальное – подлинники. Еще раз повторю, 447 экспонатов. В первой выставке верхняя фотография Венецко 1891 года, выпускников Кишиневской второй гимназии. Примечательно для нас эта фотовинетка, что в самом низу, знаете, как в том анекдоте, и Вовочка, Алексей Щусев, который в 1891 году, вот видите, между зданием этой гимназии, вот он, в самом-самом низу, Алексей Щусев, который, кстати, отлично закончил гимназию. Здесь же мы показываем здание первой мужской гимназии, которое было восстановлено по проекту, в котором размещена экспозиция и постоянные временные выставки Национального музея истории Молдовы. Тут же не сохранившееся здание второй мужской гимназии, где-то на территории, где теперь находится КГБ. И здесь третья гимназия, мужская тоже, в которой теперь находятся институты искусства, где было заседание с Фатул Цериев, ну, вы все это знаете, не буду повторяться. Для нас же примечательно, совершенно недавно я поместила в эту выставку, случайно обнаружен российско-румынскую грамматику 1827 года. Это, в общем-то, получается, что самый старый учебник, который есть по этой теме в фондах нашего музея. Причем, когда я приходила и проводила экскурсию своим знакомым, они мне говорят, не может быть, чтобы в 1827 году, Владимир Павлович, была российско-румынская грамматика, как такового еще румынского государства не было. Но, говорю, братцы, черным по белому в Санкт-Петербурге, в 1827 году была издана российская-румынская грамматика, и она имела хождение в учебных заведениях здесь, на территории Бессарабии. Дальше, что примечательно, география Бессарабской губернии. 1868 года этот учебник отпечатан был здесь, в Кишиневе, и для нас это тоже престижно. Более того, показываю подлинную фотографию выпускника 1-й мужской гимназии Сережи Лозо. Подлинная фотография на оборотной стороне есть, как и полагалось в то время выпускникам. Зафиксирована надпись «Удостоверяем личность Сергея Лозо, 1912 год». А вот на той второй фотографии групповой, шестой, в первом ряду справа, Сережа, как выпускник этой гимназии, вместе с родителями, вместе с преподавателями, вот в начале лета 1912 года запечатлелся. Здесь же мы показываем программу по истории для учеников 8-го класса 2-й мужской гимназии. Просто я, например, как историк, закончивший исторический факультет, почитала, какие были вопросы в билетах по этому предмету, и я просто подумала, уровень был высочайший, потому что, по всей видимости, обучение было на уровне, потому что вопросы по истории не поверхностные, а основательные, фундаментальные. Мы показываем по периметру всей выставки подлинные школьные принадлежности. Вот этот роскошный чернильный прибор, он, конечно, не пользовался, не был у гимназистов. Это, скажем так, преподаватель, директор учебного заведения мог иметь вот такой роскошный чернильный прибор. Здесь же, далее, в выставке мы показываем тоже очень интересную винетку 1899 года выпускников теологической семинарии. Здесь же здание, здесь же вы видите памятник Александру Сергеевичу Пушкину, который уже, конечно, был в нашем Пушкинском парке. Здесь же, я считаю, уникальные две серебряные медали, которые назывались «Заусердие первое» и «Второе преуспевающему в мужской гимназии». Первое – 1913 года, а второе – конца 19 века. Эти медали, они вручались и выпускникам учебных заведений Бессарабии. Обратите внимание, вот такой русско-молдавский букварь 1868 года. Подлинный. Русско-молдавский. Русско-молдавский, да. Потом здесь у нас букварь, который был издан в Киевско-Печерской лавре. Обращая внимание на этот уникальный букварь, вы видите на лицевой стороне, на обложке чернилами расписаны какие-то, так сказать, слова. Я вообще поразилась, что оказывается в учебниках вот именно того времени ученик, который получил этот учебник, имел право написать, что это его учебник, мог написать какое-то красивое выражение. И как свидетельство тому, вот этот учебник природоведения, на внутренней странице, которого написано, Владислав Корчевский, ученик первого класса Кишиневской второй гимназии. А есть еще и другие издания. Это папа Костевского? Нет, это Корчевский, Корчевский, который основал за реальную школу, стоял у листов. Нет, Корчевский, Корчевский. И тут же мы, например, показываем изданную в Кишиневе таблицу умножения. Просто когда я смотрела на эту таблицу, а там как пользоваться таблицей, для чего она нужна, вот это все зафиксировано. Еще обратите внимание, в этой витринке два подлинных табеля Павла Щусева, родного брата, младшего, Алексея Щусева. Один из табелей приготовительного класса, а это табель, который мы открыли, табель его первого класса. Он тоже закончил вторую Кишиневскую мужскую гимназию. Но, обращаю ваше внимание, первый предмет, который зафиксирован в табеле ученика первого класса, закон Божий. Учебники, я не могу сказать, что они, так сказать, прекрасные. Но это не помешало впоследствии брату Алексею Щусева быть одним из ведущих специалистов в вопросе построения мостов в Царской России. Дальше. Хочу еще вам тоже показать, в дополнение к тому, что первый, так сказать, урок – это закон Божий, вот учебное пособие по предмету священного писания. Но учебник этот примечательный тем, что там есть штампик второй Кишиневской мужской гимназии. Впоследствии там у нас есть в экспозиции несколько учебников, где штампики не только учебного заведения, но и книжных магазинов. Вообще в Кишиневе было очень много книжных магазинов. Мы вообще были, ну так скажем по современным языком, продвинутой столицей губернии, потому что книжных магазинов было не только много в Кишиневе, но и о Аргееве. Я находила книжные магазины в Аргееве со штампиком и с автографом Сережи Лозо, который покупал неподалеку от места, так сказать, его имени и его родителей в самом Аргееве. Вот спрашивали дети, а что это за такая доска? Вот такая доска была у каждого ученика, был кусочек мела. И ученик по мере того, как что-то слушал или получал какое-то задание, мог пользоваться вот такой деревянной дощечкой и писать. Кроме того, что, скажем, на большой школьной доске это все было. Вот тоже Венето 1898 года. А вот он Павел Щусев, родной брат Алексея Щусева, который я показала вам его два табеля. Но здесь еще примечательно, что в этой гимназии, во второй мужской гимназии, учился, ну так скажем, свет нашей интеллигенции. Вот, например, сын Карла Александровича Шмидта, Александр Карлович Шмидт здесь. Известный, так сказать, духовный наставник многих учебных заведений, Кульчицкий, священник. Здесь же красивое здание второй мужской гимназии. И вот какие-то атрибуты школьных. Ландао. Ландао. Ну, я не могу. Да, фавильцы. Выпускницы 1908 года Кишиневского и Пархиального училища, в котором учились только девочки. И это учебное заведение находилось неподалеку от Женеза Дорожного вокзала, там, где большое длинное здание виброприборов. Здесь восхищают лица этих девочек. А в этом училище, как правило, учились девочки из семей церковных служителей. Ну, обратите внимание, я, когда смотрю на эти фотографии, вот на эту винетку, на ту, мне просто вот настолько лица с достоинством и с каким-то, так сказать, внутренним содержанием, что вот иногда думаешь, что у них, наверное, не было проблем денег, какого-то еще состояния. Настолько вот приоритетно было внутреннее содержание и в образовании, и в формировании личности вот того времени. И вообще вот иногда, когда я делала эту выставку, я вдруг поняла, что учебник, наверное, главный друг каждого человека, который прошел то или иное учебное заведение. Потому что с учебника школьного начиналось и формирование полноценное, и всестороннее каждого человека. И в этом смысле учебные заведения Бессарабия были действительно важными. Вот, например, серебряная тоже медаль. Она называлась достойнейшей из окончивших курс женских гимназий. Серебряная тоже медаль конца 19 века. Обратите внимание на эту изящную ручечку. Это производство филиала фабрики Феберже, которое было в Одессе. Вот в дополнение к этой чернильнице. И здесь мы показываем вот это здание женской гимназии, которое находится на пересечении ныне улицы Пушкина и улицы Букурешт. Я хочу подчеркнуть, что это здание специально было построено для учебного заведения. И это, наверное, единственное здание в нашем Кишиневе, которое до сих пор используется по, так сказать, первоначальному предназначению. Потому что сейчас это здание французско-румынского лицея Осаки. Но сам факт, что в этом же здании находится на протяжении, получается, более 200 лет учебное заведение. Дальше. Обратите внимание. Вот небольшая эта книжечка. Учебник «Гармония», который написал Петр Ильич Чайковский. Которое было здесь, в Кишиневе, найдено. Или же первые уроки пения известного просветителя музыкального культуры Гутера. Далее. Обратите внимание. Вот здесь у нас есть учебник немецкого языка, который отпечатан был в Кишиневе. Вообще в то время большинство учебников, они печатались в Москве, в Петербурге. Но я с гордостью подчеркиваю, что и у нас в Кишиневе печатались некоторые учебники. Например, моя экскурсия с детьми 1919 года. Это замечательное издание, которое издано было здесь, в Бессарабии, которое действительно популярно рассказывает, что можно получить, побывав в губернском земском музее, который ныне музей этнографии и природы, на Кагалничану, на Пирогово в то время. Вот такое замечательное издание. Или школьные экскурсии и школьные музеи. В этом издании на первой страничке очень симпатичные ребята. Мальчик в Кушме и простая сельская девочка. И здесь очень интересная статья с описанием природы, климата, Бессарабии того времени. Мы говорим о царском периоде. Выпускница Кишиневской второй женской гимназии. Вы все знаете, что у нас была потрясающая женская гимназия Додиани, которая находится теперь в художественном музее. Вот обратите внимание, что справа по центру Наталья Георгиевна Додиани запечатлена. Само здание мы тоже можем увидеть. Это выпускницы гимназии Додиани с священником. Здесь же энциклопедия 1848 года, российско-молдавская. Очень важно было после 1812 года, чтобы население местное, действительно, которое говорило, безусловно, на молдавском языке, постепенно изучало русский язык. И в этой связи издательские организации делали очень много для того, чтобы популяризировать эти издания. Здесь у нас программа по истории Греции и Рима тоже второй мужской гимназии. А в 1912 году в Кишиневе проходила очень любопытная выставка педагогическая. Вот, например, программа этой выставки, которая издана была в Кишиневе. И здесь же, к этой выставке, отдел средних учебных заведений, где конкретизируется в этой выставке именно учебные заведения, средние учебные заведения не только в Кишиневе, но и в Бессарабии. Издана была книжечка здесь, в Кишиневе. Ну, вот какие-то такие принадлежности, которые вы видите, и папье-маше, и ручка, и две медальки. За благонравие и успехах в науке я просто, вот первая. И вторая за усердие, которые были серебряные, которые отчеканены были в России, и, естественно, имели хождение в Бессарабии, для поощрения по окончании того или иного учебного заведения наших выпускников. Обратите внимание, что изучали. Изучали происхождение человека, пользовались энциклопедией Фруна и Брагауза, здесь же греческая грамматика. А обратите еще внимание, вот такая наклечка. Это фонд библиотеки Кишиневской гимназии, в которой вот учился и Сережа Лазой, и другие. И это была норма. Здесь же мы видим штампик этой библиотеки, а здесь же у нас, вот, например, внизу, штампик книжного магазина. То есть люди, покупая книгу в том или ином книжном магазине, как говорится, благодаря штампику, в семье знали, что в этом книжном магазине стоит покупать книги. Вот царский период. В этой витринке я начала рассказывать и рассказываю о учебниках, которые уже пользовались с 1918 года по 1940 год. Тоже, опять-таки, совершенно случайно в своем фонде, а он у нас большой, 45 тысяч книг, долго, когда готовила выставку, искала по библиотекам, знала, что есть букварь «Абечедар Иона Крянга». Мне говорили нет. А здесь в своем фонде обнаружила фоксимильное издание «Абечедара Иона Крянга» 1990 года, а Ион Крянга его выпустил в 1868 году. И вы видите, метода Ноу с Крерищи 4. Это то, что составил, и, так сказать, прописал Ион Крянга. Восхищает вот это, какая-то совершенно необычная, небесная, даже, может быть, тибетская обложка этого «Абечедара». Вы видите, священник держит в руке какое-то, так сказать, церковное издание. Вот на фоне неба. Это и не икона, это и не... Я даже не могу как-то определить, но, тем не менее, вот оригинальная обложка этого издания 1868 года была таковой. В этой витрине прелюбопытнейших пять словарей русско-французские, румынско-французские. А эти словари мы называем лилипутами. Да, они почти все изданы в Лепцике. Но обратите внимание, здесь на одной из страниц в конце Кишинев, вот здесь Кишинео. То есть, получали эти словари, а здесь в книжном магазине в рекламных целях клеили небольшой листочек, где, так сказать, приземляли к принадлежности нашей столице, нашего города. И сами по себе, ну, изумительные словари. И они пользовались большим хождением. Во-первых, для гимназиста положить такой словарь в карман было очень удобно. И даже вплоть до того, что этими словарями они могли пользоваться во время каких-то экземпционных или зачетных каких-то мероприятий. Интересная грамматика румынского языка. Она на русском языке. Это издание известного педагога Фрунзе 1918 года. Здесь же мы показали тоже румынско-русский словарь того же периода. И вы видите, вот в уголочке либрерия города Кишинева, какой-то конкретный книжный магазин города Кишинева. Здесь книги для чтения, грамматики. Здесь, например, антология с произведениями известных классиков румынской литературы. Поучительно, что в этом издании, которое рассказывает о природе происхождения человека, мы поместили страничку, на которой Де Чебал и Троян, потому что это, в общем-то, герои, которые изучались в истории учебных заведений Бессарабии. Очень интересная тоже винетка, выпускниц женского лица Реджина Мария, а Реджина Мария была в этом здании, которое ныне Георгия Осаки. И в центре очень известная директриса, просветитель Бессарабии с 1918 года Баттизато. Вот тоже уникальная сама по себе винетка. Семинария духовная 1924 года выпускники, здание этой семинарии, которое сохранилось, и я, например, на историческом факультете обучаюсь, училась в этом здании, это ныне Гоголя Пирогова, я старые названия, вот угловое это здание, оно сохранилось. Когда я ее обнаружила в нашем фонде ИЗО, я просто восхитилась работой Игорь Вильеру, нашего известного народного художника 1952 года, это одна из самых первых его работ, мальчик из покровки. Мы видим, как ребенок в тот период, взяв макерчатую сумку, накинув кушмочку, идет в школу, вот так, что называется, просто и отдохотворенно, дети в 50-е годы обучались и шли в школу. Вот в этой витринке тоже много примечательного, вот, например, вот эта тетрадка с дезисами на французском языке вела, Калягич, была такая, в общем-то, очень известная женщина в советское время, которая закончила, в то время это было уже лицеи додиане. Вот, например, девочки лицеи додиане в уникальной своей униформе. Здесь, в этой витринке, обратите внимание на пенал деревянный 30-х годов. Здесь же мы можем посмотреть, какая форма была у девочек, лицеисток в гимназии Реджина Мария. Реджина Мария это учебное заведение, которое было в здании вот земской гимназии, теперь уже лицеи имени Осаки. Здесь мы на нескольких фотографиях показываем, что у нас в Кишиневе в 30-е годы был открыт сиротский дом. Причем, казалось бы, и первая мировая уже закончилась, и не было еще начала ужасной второй мировой. Но, тем не менее, очень много детей было в этом сиротском доме. Вот, например, эти замечательные детки на спортивном празднике в Кишиневе в 1930-м году. Или же вот на этих фотографиях тоже детки из этого сиротского дома мастерят какие-то поделки. Это они на каком-то тоже мероприятии очень красиво одеты со своими педагогами. Всех спрашивают, а что это за присмыкающиеся. А это вот такая точка передала нам ее вот эта выпускница Додиане Калядич. Здесь же для нас интересен вот это издание 1928-го года. Столетие праздновалось вот гимназией вот этой, она была именно гимназией для лицеем для мальчиков Хашделл и в 1928-м году было издано к столетию основания этого учебного заведения вот такое издание. Примечательно, что там и выпускники, и преподаватели за 100 лет и некоторые говорят, ну как же, это же в царское время было основано учебное заведение, а румыны, мол, чтили память. Но это было действительно одно из ведущих учебных заведений для мальчиков. И здесь, я повторюсь, не просто с улицы кто-то приходил, а действительно достойнейшие, из достойнейших обучались. Любопытно, вот такой табель мы ему тоже поместили, и какие оценки были, и какие предметы были. Как правило, это всегда сравнение, как это сейчас, как это было 50 лет, как это было 100 лет, мы все это изучаем. В Румынии было по аналогии как пионерское движение, да, как скауты. Я уже хотела задать вам вопрос, потому что вижу, что скаутки. Вот это стрижари, стрижер, чтобы быть, которые в Сороках запечатлелись в это школьное учебное заведение села Кика Воды. обратите внимание на береты, на галстуке, верхний белый верх и темный низ. Вот дети из села были в такой униформе, они таким запечатлелись. Витринка, которая, например, меня очень радует. Например, 40 сказок о животных и птицах было изнано здесь, в Кишиневе. Да, и это в 1921 году издание, очень яркое, красочное. Здесь же, например, мы поместили тетрадочку на лицевой стороне которого известный молдавский господарь Василий Лупу, а здесь на обложке тоже король Румынии Фердинанд. Здесь же мы показываем учебное заведение Режина Мария. И вот на той большой, вы видите, фотографии это княгини Натальи Де Диане. И я хочу обратить ваше внимание, вы наверняка ходите в художественный музей. Вот эта лестница сохранилась. И, конечно, эта фотография очень хорошо передает и состояние девочек этого учебного заведения, и то, что там действительно красивые были интерьеры. Здесь же мы тоже поместили вот такой Ирины Гончаровой дневничок, где зафиксировано расписание. Здесь же, например, девочки вот под номером три коммерческого учебного заведения в городе Пиндеры. Все в одинаковых геретиках. Да, у нас была небольшая проблемка, когда я ее делала. Девочки, 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 а где же мальчики? И за некоторым исключением, вот, например, это учебное заведение Иона Крянга в Бельцах, где обучались действительно только мальчики. Но до определенного момента, вы же знаете, что было раздельное образование, девочки отдельно, мальчики отдельно, и вот это в наших материалах просвеживается. 20 век. Очень нарядная такая витринка здесь. Первонаперво хочу обратить ваше внимание на вот это удостоверение выпускника школы художественной Беллеарки Леонида Фитова, который обучался в этой школе художественной и внизу в этом удостоверении подпись подлинная Александра Пламедьялы, автора нашего известного памятника Штефану Челмари. А фотография под номером 4 в центре в сером костюме своей, так сказать, личной персоной Александра Пламедьялы среди обучающейся в этой художественной школе. Что еще здесь примечательно? Вот фотография выпускниц одного из женских комрадских учебных заведений. Обратите внимание на рубашки женские в молдавском стиле, которые вышиты. Девочки, когда готовились к выпускным, так сказать, экзаменам в учебном заведении, они вышивали эти блузки и, и вот они запечатлелись на память. Или же, вот, например, там мальчики этого учебного заведения Иона Крянга в Бельцах, а это программа праздника этого учебного заведения Иона Крянга в Бельцах. Вот, например, под номером три выпускница нашего женского земского короче, гимназии Реджина Мария, которая в национальном костюме, а это ее табель, тоже Елена Чубану со своим табелем. Вот, под номером семь в обыкновенной сельской школе празднуется очередной праздник. Сейчас я вам скажу, как школа, в каком селе, селе Кукурешть век в Батушан 1938 года фотографии. Или же, под номером пять очень такие бравые девчонки из учебного заведения Реджина Мария на спортивном празднике на стадионе Динамо. Вот это фотография. Это фотография черно-белая сохранилась. Или это перепотография? Не, 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 это все подлинненькие. Вот эти все желтенькие, она ведь смотря кто что как делал. И обратите внимание, очень яркие, очень точные Абичидар Пентру Араш букварь для города. Здесь казалось бы, да, для города, но о том, как кормить кроликов, о том, как копать огород, все в этом букваре есть. Чудесная фотография, тоже 30-е годы, праздник в селе, какое там село в Сароке, в Сароке, в Сароке. В Сароке. Они и с веночками, и в красивом национальном наряде. А я говорю, вы знаете как, пока детей не успокоишь, пока их настроишь, вот они и уже и вскруснули. Но сам факт, что они пришли на праздник с венками, в нарядной красивой национальной одежде, с бантами, со своими педагогами, ну, для них это был праздник. Уходим к Молдавской автономной Советской Социалистической Республике. Вот две витринки. Сразу же вызывает много вопросов, почему на латинице учебники? А потому что с 1932 по 1938 год в Тирасполе, в Балке учебники и вообще, как бы мы сейчас сказали, государственный язык был, молдавский язык печаталось все на латинице. Вот, например, каталог, который включает в себя издание 1932-1934 года, я специально открыла страничку, где только детские учебники на румынском языке. Например, сказка Иона Крянга Коза и Трой Козля тоже на румынском языке, сказки Андерсона на румынском языке, причем они отпечатаны в Тирасполе, в Балке, и ими, как говорится, пользовались школьные учебные заведения до 8-го, до 10-го класса. Поэтому для нас на латинице уникальный есть опыт в этом смысле. Вот, например, тоже очень любопытная фотография 1930-го детки из пятиклассного учебного заведения города Аргеева. Вот здесь как раз, когда смотришь на эту фотографию, реально понимаешь, что это детки из бедных семей. Они не в униформе, они одеты все по-разному, головные уборы у них разные. Ну, вот такая подлинная училища. А вообще, если по большому счету, я вот забыла вам сказать, ведь до 1812-го года в княжестве Молдова не было постоянно систематических, так сказать, учебных заведений. Были какие-то временные греческие учебные заведения, а вот так, как было принято потом, после 1812-го года, трехклассное учебное заведение, пятиклассное, гимназия, и это были учебные заведения, которые постоянно существовали, так сказать, обогащались, процветали. То есть, это было системное образование, и это был большой плюс вообще в обучении населения. А здесь, в этой витринке, тоже учебники, которые издавались в Молдавской автономной Советской Социалистической Республике, но уже на Кириллице. Причем, когда приходят иногда люди, я обращаю их внимание, что в этом издании «Ла Лунины» отпечатано стихотворение Алексея Макеевича, «Лимба Нуастро», которое для современного человека много значит. Это своеобразный гимн молдавскому, румынскому языку. Причем, они, когда начинают читать, начинают всегда хихикать, что очень как-то корявый перевод. Но я всегда говорю, друзья мои, сам факт, что в Молдавской автономной Советской Социалистической Республике напечатали стихотворение Алексея Макеевича, это уже сродни было подвигу. И это стихотворение учили дети в школах. Так что, как говорится, низкий поклон. 1927 год, 1927, нет? Да, 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 но уже на Кириеве. Вот по Перимутру мы показываем много учебных заведений. Вот, например, замечательная фотография 1956 года, 37-я Кишиневская школа, дети принимают участие в конкурсе памяти Николая Васильевича Гоголя и читает какие-то учебнички. Или же вот эта очень интересная фотография 1954 года из Бендер, предмет зоологии в школе номер один этого города. Ну, фотография, которая передает в волна дух, состояние того времени. А из этой витрины мы начинаем говорить о советском образовании. Я еще раз хочу, знаете, что сказать, что учебников у нас очень много. Нам дали этот зал. Мы не могли много всего поместить. Мы, я старалась показать, скажем так, предмет музейный, который характеризовал бы целую эпоху того или иного хронологического периода. Вот, например, в этой витринке у нас, посмотрите, обечедар, который известные ученые, Карлыкиану и Русев написали. Причем я специально взяла три обечедара. Обечедар это букварь 1949, 1958 и 1962 года. Разные буквари, но суть одна и та же. Или же, вот, например, интересная фотография 1946 года. Это первая молдавская школа, где потом, впоследствии, вот мы говорили, вначале была женская земская гимназия, теперь это лицей. И наши иногда посетители говорят, а почему солдат на первом плане? А потому что это послевоенный период. И здесь действительно просто обыкновенных кишиневцев, как я говорю, при наличии отсутствия другой одежды, ходили в военной форме. И этим все сказано. Здесь же замечательное издание 1946 года, книга Андрея и Емелья Набукова, которая была издана детским издательством в Ленинграде. Да, там черно-белые рисунки, но само содержание книги очень доброе и, главное, повествует о легендах молдавского народа. И это был уважительный жест со стороны этого центрального издательства, который читали не только здесь у нас в Молдаве, но и дети по всему Советскому Союзу. Обратите внимание на многокрасочных этих карандашей 48 разных. Это тогда уже были? Да, это 60-е годы. У нас это редкость была. Ну, это да, это богатенькие туры. Или же вот, например, коробочка тоже 60-го года с перужками для того, чтобы можно было макать в чернильницу и с перужком таким писать. здесь же... А, еще обязательно хочу подчеркнуть, что если там в царском периоде мало что издавалось в Кишиневе, то начиная с советского периода, сразу с послевоенного периода, большинство книг и на русском, и на молдавском языке для наших школ печатались в Кишиневе. И это, как говорится... А, медали, я прошу прощения, вот здесь золотые, а в той витринке серебряные, успешно окончившем среднее учебное заведение в наших молдавских школах. Это настоящие? Прям настоящие! Ну, это я не думаю, что там прям золото, но она... Да, это золотая медаль, это высшая. А те, кто у кого после 10-го класса, да, в табелях была одна, четверочка, вот у меня так было. И у меня. Вот, серебряная. Но я как-то закончил в 71-м году и уже отменили вот такую меру поощрения и я ее не получила. В этой витрине тоже очень много любопытного. Во-первых, все восхищаются вот этой черненышкой, это наша черненышка. А когда я современных деток спрашиваю, детки, а как вы думаете, вот что это рядышком такое многослойное? А оказывается, не все дети даже понимают, как можно чистить перышки вот такой штуковинной. Еще здесь обратите внимание на учебник в Аконе, который пользовались учебные заведения на уроках пения здесь в наших школах. Да, вот этот русско-молдавский словарь, который тоже был разработан Карлытьяну и Русевым. А еще обратите внимание на вот этих два табеля ученика первого и третьего класса 34-й Кишиневской школы. Пусть эта парта 80-х годов, но она действительно школьное подлинное. Только стул надо поставить, чтобы было ямно. А это здесь, кстати, знак заслуженному учителю Молдавской СССР и отличнику народного образования. Вот тоже поместим. Школьная форма мальчиков. Вот такой сувенир 1960-го года у нас уже были спутники вокруг Земли и вот там нажимается на кнопочку и этот спутник крутится вокруг земного шара. Это ученики Кишиневской школы подарили очередному съезду учителей в Кишиневе, который проходил в 1960-м году на память. Причем школьная форма, которая изготовлена на фабрике и ванел. Прекрасная шесть. Да, шесть отличная, шито хорошо, очень. Вот тоже чудесная витринка. У нас была такая замечательная в институте усовершенствования учителей таточка, женщина. Она закончила в Бухаресте университет, она в период между военной преподавала здесь, в Кишиневских учебных заведениях. А это после войны было очень непросто что-либо методически для учеников приготовить. Вот такой альбом наглядных пособий для решения задач. Простой от руки. Но посмотрите, мы можем узнать, сколько стоит ручка с перышком 8 копеек, карандашик простой 4 копейки, резиночка 7 копеек. И здесь сколько здесь всего денег. Хватит ли этих денег на покупку всех вещей? Какими монетами можно заплатить за ручку, за карандаш, за ластик? Вот какие-то такие мелочи, но они передают то состояние. Здесь также очень интересное, например, вот здесь под третьим номером фотография Тараклийской школы средней обучения на уроке болгарского языка. это Кишиневская школа номер один. Вот там детки Бельской средней школы в библиотеке клеят и, так сказать, реставрируют, мы бы так сказали, книжечки. Здесь дети, пионеры тоже в доме пионеров города Кишинева на каком-то конкретном кружке занимаются. Но у них тоже одухотворенные лица, как и на той фотографии, девочки очень такие... Да. А это 1 сентября 1951 года в школе номер 9. Линейка. Нет, это не линейка, это девочки. А тогда еще было обучение тоже раздельное. Мальчики отдельно учились, девочки отдельно. И вот такие девочки очень красивые поздравляют свою учительницу с 1 сентября. да, 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 Это материалы из одной коллекции. Даже в 80-е годы вот такие воротнички и манжетки. Это было, что называется, супер. Он не так насыщен учебниками, но это тоже очень значимая часть вот этой выставки. В этих белых рамах все работы Игоря Виел, народного художника Молдавской СССР, который делал иллюстрации ко многим произведениям молдавских писателей. Все мы начинаем наше обучение со сказок. Замечательная сказка нашего сказочника Иона Крянга «Свет кровь и три невестки». Это работы Игоря Легеру 1956 года. Их всего шесть, но очень красивые работы. 42 языка мира была переведена книга Спиридона Евангелия в угодцы «Капитан корабля». Чудесные иллюстрации к этому изданию в 1979 году тоже сделал Игорь Виеру. Вот эти шесть ран, в них 128 иллюстраций учебнику Абичидару Григория Виеру, которые тоже сделал Игорь Виеру. Вот в этой витринке тоже современные буквально интересные книги. Легендарная книга Григория Виеру «Албинуца». Здесь же Пушкинский букварь, который в 2006 году выпустил наш замечательный уважаемый Кушниренко вот в той части. Причем здесь в этом букваре и пребывание Александра Сергеевича Пушкина, и про Бессарабию очень много информации. Но обратите внимание, наше образование, и кстати, как и в советское, обращалось всегда внимание на создание школ наших нацменьшинств. Здесь украинская мова для третьего класса, читанка для первого класса, букварь за первый класс, тут букварь гагаузский, здесь же синтаксис гагаузского языка, то есть обращали и обращают внимание на обучение в специальных школах гагаузов, болгар, украинцев, и эти школы, они существуют по сей день. А это памятная медаль 50-летию нашей школы-интернат в городе Кишиневе. Медаль была изготовлена в 2006 году. И последняя вот такая вот витринка, здесь мы современные учебники поместили, здесь и лимба-литература румыны, здесь и история румын, то, что в наших молдавских румынских классах изучают. Ну и хочу отметить, что в Кишиневе издана была и издается например история древнего мира для русских школ, природоведение, математика, то есть как говорится спасибо и за культуру. Вот так вот я быстренько вам можно сказать рассказала, показала, может быть не все, но выставка будет пополняться и приходите с вашими близкими, с детьми, потому что здесь есть что посмотреть, у нас есть чем гордиться и я считаю, что это прививает любовь к нашей земле и к нашему краю и к нашей истории и к нашему народу, а мы часть этого народа. Спасибо, Мария. Спасибо. Будет в виду. Да, готова.